Приветствую вас, дорогие мои! Вы на проекте «Использовать по максимуму» и это канал Жраны Фетисовой. Поскольку всю косметику я приобретаю за свои средства, я человек экономный довольно и стараюсь использовать все по максимуму. Желательно, конечно же, до конца. Не все удается использовать до конца. Многие сроки годности проходят, либо в процессе использования я понимаю, что продукт мне не очень подходит, не нравится, либо он меняет консистенцию, ну и так далее. Поэтому сегодня некоторые будут изменения в этом проекте. Давайте же скорее начнем. В фокусе будут сами продукты, я буду за кадром. Первое, что я хочу показать, это то, что мне удалось использовать. Как вы помните, у меня было очень много вот этих средств. Корейские сыворотки. В полном объеме они выглядят вот так, по 4 дозы в каждой упаковке. Что у меня осталось от того бешеного количества, которое у меня было? Сыворотка эффект ботокса. У меня осталось 4 штучки. Двойная формула гиалуроновая кислота. У меня осталось, как вы видите, полная еще 4 дозы. Лифтинг эффект, серум, филлер, FG комплекс, двойная формула. Здесь ампульная сыворотка для лица, шеи и декольте. Практически все я уже использовала. Серия с пептидами, как вы видите, ушла полностью. Вот остался один верх. Полностью ушел контроль над порами. Здесь была сыворотка пилинг для лица с АХ кислотами. Сыворотка клеточное обновление. Это растительные стволовые клетки и гиалуроновая кислота. Ушла, как вы видите, полностью здесь тоже уже оторванная. Сыворотка лифтинг эксперт с улиточной слизью. Все эти сыворотки одного производителя. Просто они разной серии. Это серия Шери и это серия Эстеллеер. Таким образом, эти использованные средства плавно переходят в мое видео о том, что съела моя кожа. Более подробно я расскажу о них именно в тех видео. Таким образом, в моем проекте остается всего лишь 10 доз этих сывороток. И здесь сейчас стоят контейнеры, которые мы с вами будем наполнять продуктами, которые остаются в проекте. Слиппинг пак от Этюд Хаус. Это следующее уходовое средство, которое мне удалось использовать практически до конца. Сколько там осталось. Это такая увлажняющая маска. Кладется она на ночь на основной уход. Если использовать ее постоянно, то кожа становится как тесто. Кому-то очень понравилось это выражение. Да, действительно, она становится, знаете, такая прям вот напитанная, упругая. Потому что здесь различные кислоты, и в том числе гиалуроновая кислота. Она липковатая. И вообще все эти слиппинг пак, это корейский бренд Этюд Хаус. Конечно, все вот эти вот масочки, они липковатые. Именно поэтому она у меня шла не очень хорошо. Но вы знаете, как я стала ее использовать? И она у меня практически уже, как вы видите, закончилась. Я стала ее использовать днем, когда я нахожусь дома, когда я работаю дома, когда меня, например, никто не видит по скайм, я занимаюсь какими-то своими делами, я наношу ее просто на дневной уход. И таким образом она у меня стала уходить быстрее, а кожа стала более увлажненная, напитанная в течение дня. Потом под макияжем не сохнет. Я думаю, что в ближайшую неделю я точно ее использую до конца. Этот продукт, ну просто какой-то вечный. Его стало чуть-чуть, буквально меньше, но ненамного. Это такой тоник, алоэ вера, стопроцентный. Им можно закреплять макияж. Поскольку я не каждый день наношу полный макияж на лицо, поэтому в качестве закрепителя макияжа он у меня не очень хорошо уходит, медленно. Он как бы склеивает все слои, делает макияж такой более цельный и более стойкий. Естественно, поэтому продолжая его использовать, он остается в моем проекте. Теперь давайте поговорим по поводу тонального средства. Aven Calming Effect, очень увлажняющий, успокаивающий такой эффект средства. Осталось у меня его одна треть, была половина. Жидкий, поэтому он быстро очень взбалтывается, и сейчас не видно. Но осталось его примерно вот столько. Так что он у меня сейчас очень-очень хорошо уходит. Ношу я его вот на эту базу выравнивающую. Ну, это инкапсулированный комплекс от Evo Mosaic. Он какой-то у меня тоже вечный. Она очень экономичная в использовании. Знаете, его нужно буквально вот пару горошинок на все лицо. Он прекрасно расходится, особенно если увлажненное уже лицо. Используется он у меня, видите, довольно медленно. Ну, примерно половина, может быть, даже чуть больше вот такое ощущение. Поэтому эти два средства продолжаю использовать дальше, пока не использую до конца. Для тех, кто не знает, мой проект до Нового года должен закончиться. И потом будет окончательный отчет по тем средствам, которые я использовала, и тем средствам, которые буду дальше использовать. Следующее средство – это Lumi Mosaic от L'Oreal. Такая база, но она очень светящаяся. Видите, какой свет дают? Конечно же, каждый день, вот в дневной макияж я добавляю буквально каплю. В сочетании вот с этим вот тональным средством, увлажняющим, дает потрясающий эффект. Его довольно много. Используется он, как вы уже поняли, очень-очень экономично. То есть не со скоростью света. И вот он корректор и хайлайтер, который я вам показывала от ELF. Он очень похож на Lumi Mosaic. Но он дает меньший перелив. Вот сейчас я его довольно много нанесла. Я же сказала, больше корректирует в сторону осветления просто лицом. И сейчас я хочу его использовать вместе с тональным средством. Вот с этого спонжика ограничитель убирал практически все. Поэтому я ну никак не могла его вытащить столько, сколько мне нужно. Поэтому убрав ограничитель, я теперь смогу добавлять его в тональное средство на день. А вот эту базу при использовании в вечернем макияже. Стороны корректора я, естественно, не убирала никакой ограничитель, как вы видите. Здесь примерно одна треть только использована этого корректора. Его хватит надолго. Для тех, кто не видел эти корректоры от ELF, я приобретаю всю косметику ELF на iHerb. Сейчас как раз очень выгодно приобретать косметику на iHerb и вообще уходовые средства. Потому что сейчас скидка 10% по той самой ссылке, которую я вам оставляла. Представляете, это очень здорово. До 30 ноября такой продлили акцию. Так что успейте воспользоваться. На эту скидку промо-код оставлю. Из-за такого вот персикового немножко оттенка, даже я бы сказала лососевого. Он хорошо маскирует синячки. Незаметный как бы. Поэтому под глазами он смотрится очень естественно. Поэтому я продолжаю дальше пользоваться. Этой частью под глаза. Эту часть, вторую. Теперь буду использовать в тональное средство. Я бы хотела добавить в этот проект для того, чтобы перекрыть какие-то недостатки. Более плотный вот такой вот корректор HD консилер. Ну, это, конечно, я думаю, вы узнали копия чего. Такая вот реплика китайская. Кстати, удивительно, но очень хорошая реплика. Ставлю вам фотографию на какой бренд. Думаю, вы поймете все сами. А в первую секунду, видите, он кажется таким прям кремовым. И думаешь, ну нет, он, наверное, кремовый, он ничего не замажет. Но он разносится по коже. Все уходовые компоненты начинают впитываться. Он хорошо перекрывает вот именно такие покраснения, какие-то синеву где-то на лице. Таким образом я добавляю его в свой проект сейчас в качестве корректора. Такого вот точечного. Я ставлю вот в такую колясочку. Очень красивую. Кому интересно, где я приобретаю вот такие вот украшения для стола. И, кстати, они, как вы видите, очень удобные. Напишите мне, я сделаю видео, покажу вам. Как я вам уже говорила, я вынула все корректирующие белые, фиолетовые и зеленые шарики. Положила в отдельную баночку от Scrub Lush. Вот из этой самой пудры. Герлен. У меня осталась такая пудра, которая дает чуть-чуть все-таки свечение. Хотя я, конечно, старалась по возможности вытащить перламутровые шарики. Но частично удалось, частично нет. И вот эта пудра у меня уже такая финишная на все лицо. Ну, исключая, конечно, зону Т, потому что она все-таки сверкает. Вот она уже дает такой легкий-легкий кремовый оттенок. Ну, буквально чуть-чуть золотистый, который просто дает такой здоровый цвет лицу. Шарики эти вечные. Я так понимаю, я передам их под наследство, наверное, внукам. Поэтому тут похвастаться расходом не могу. Ароматы очень мне нравятся. Сагерлен Метеоритов. Поэтому буду продолжать их использовать дальше. Ну, и вот эта корректирующая пудра. Это пудра, которую я, в принципе, наношу на зону Т. Ну, такая вот для меня это финишная пудра. И, как вы видите, их стало гораздо меньше. То есть, вот они у меня как раз используются более активно. Уже оставляю их в проекте. И следующее. Это мои румяна в шариках. Рассказывала вам о том, что они родились из румян в шариках Эйвен. И частично розовых шариков, которые я вытащила из Герлен. Тут уже теперь с трудом возможно понять, где какие шарики. Они все уже приобрели один цвет. Потому что несколько раз у меня эта баночка падала. И, в общем, вот видите, теперь уже там есть и пудрочка, и шарики. Осенний-зимний оттенок. Очень красивый. Я бы так сказала, ягодный. Конечно, здесь, к сожалению, есть осыпавшиеся такие вот блестки от Герлен. Но когда я наношу вот эти вот румяна с помощью кисточки, блестки эти настолько крупные, что они у меня просто слетают с лица. И слава богу, потому что я не очень люблю, конечно, блестки видимые такие. Смотрите, если растушевать, какой очень красивый такой естественный ягодный оттенок получается. Конечно, они тоже уходят очень медленно. Как вы понимаете, румянится сильно я не люблю. Буквально чуть-чуть. Так что пока они у меня остаются в моем проекте. И буду использовать их по максимуму до Нового года. Мы постепенно завершаем категорию пудр и корректоров различных. Это мой бронзер. В итоге он у меня родился из пудры и бронзера из серии Everline Glam Dark. И это 57-й номер. Они, к сожалению, очень плохо спрессованы, я вам говорила. Они бьются, я их перепрессовала. Но вот видите, они опять начинают потихонечку осыпаться. Но, однако, мне это совершенно не мешает. Я, естественно, его с собой никуда не ношу. Очень-очень деликатный в качестве бронзера. Просто отлично. В общем, такой здоровый цвет кожи. Мне это очень нравится. Начинала я свой проект, как вы помните, 7 ноября. И в то время этот бронзер был абсолютно полный. Он сыпучий. И он немножко облетает. Но, тем не менее, в этом бронзере даже не было дна. Видно, слегка вмятинка. Сейчас же, как вы видите, он уже на середине использования. Довольно быстро он у меня уходит, потому что он мне очень нравится. Продолжаю его использовать, и он остается в моем проекте. Тени-однушки Демини в номере 714. Вот так они выглядят. Тени для корректирования века. И также я использую это как основной скульптор. Тени эти, как вы видите, имеют очень правильный, очень нежный оттенок. Это как раз корректирующий оттенок под скулу. Они неплохо пигментированные, ребята. И поэтому мне удалось, я не знаю, вам видно или нет, только маленькую-маленькую впадинку в них сделать в итоге. Они были у меня практически новые. Но буквально, может быть, в видео я один или два раза ими пользовалась. И все. Производитель Демини – это немецкий производитель. Я вам про него уже рассказывала. Это очень-очень бюджетная косметика. Однако она действительно многофункциональная. Сейчас он остается в моем проекте, безусловно. Обо всех остальных средствах, которые я добавляю в проект, убираю из проекта, либо остаются в проекте, мы поговорим с вами во второй части этого видео. И я надеюсь, что вы также присоединитесь ко мне и моему проекту. Мы с вами вместе закончим нашу косметику. Не будем расточительными, будем экономными и благодарными за все, что имеем. Спасибо большое, что вы были со мной. Я желаю вам удачи.